Хваливший день для выпускников Гомельского медицинского университета. Сегодня у ВНУ прошло кончатковое размеркование молодых специалистов. В работе комиссии принял удел министр страхового здоровья Белоруссии Дмитрий Пеневич. Под обязанности ведая Ганна Корольчук. Было предложено Кристине Сергеевне, Могилевская поликлиника номер 10, врач-детский хирург Сергею Дмитриевичу, Могилевское областное патологическое бюро, врач-патолога-анатом. На предварительном распределении было получено согласие. Хорошо. А что у нас в Могилевом детской поликлинике? Есть детская поликлинике? Могилевский, у нас есть место в детской поликлинике. Кристина и Сергей Бордовский оженились в минулом жнивне. Девчина училась по метовым накированию из Могилевской области. Ее муж – гамильчанин. Молодые вельми ждали працевать в одном городе. Им по счастью, лабо два едут в Могилев. Кристина будет детским хирургом, Сергей – патолог-анатомом. Мы были очень рады. Потому что это областной город. Очень редко распределяют именно в больших городах севиков. На кирование на первое прационное место отримали 580 будущих медиков. 127 с их лику навучались о пометовых договорах об лваконкамах. Засемь худко выпускники Хомельского медуниверситета отправятся в установку охоты здоровья по всей Украине. Самыми запотребованными специалистами лечебного факультета стали урач агольной практики, анестезиолог-реаниматолог и акушергинеколог. На медико-диагностичном – урач-рентгенолог. Министр страхового здоровья Дмитрий Пеневич подкреслив, что год за годом эдукация в медицине становится все больше практикой ориентированной. Нынешние выпускники уже три года обучались по новым программам, в котором практика-ориентированность была гораздо в большей степени, чем предыдущие наши выпускники. А вот последующие еще. Мы в следующем году уже будем в полной мере внедрять все симуляционные центры, в которых мы работаем по программе Всемирного банка. Это будет и БелМАПО-центр, и во всех университетах, и во всех колледжах. Практика-ориентированность там будет поставлена одной сильнейшим угловой углу, а то как минимум на равных весах с теоретической подготовкой. И здесь же в университете Гомеля медицинском будут расширяться формы по дипломам подготовки. Ближайшие планы министр ранится и обмерковал с губернатором нашей области. До речи в селетнем выпускном сезоне при размерковании уличывался не только бал диплома, а и навыки, которые не были студенты, допомогающие приборать без COVID-19. В ходе визита Дмитрий Пеневич погутрыл с волонтерами, которые находились в червоной зоне, занимались реабилитацией хворых после коронавируса и в напряженный час працевали по договорах с помощниками врача, ездили на выклики, вели амбулаторный прием и проводили эпидемиологичные доследования. С наступного научного года в медицинском университете открывается новая специальность – медико-профилактическая справа. Ее выпускники смогут працовать с врачами-эпидемиологами, вирусологами, гигиенистами и специалистами по здоровому ладу життя. За потребовательность в таких кадрах выкликана пандемия и видовочно, что после COVID-19 она заховывается. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, Телерадио компания «Гомель».